Девушки отдыхают И так, мой друг, увидимся мы вновь в Москве Всегда священный нам и милый В ней знали мы и дружбу, и любовь, и счастье в ней Дни наши золотила И с детства, друг, для нас была она Светилищем дорогих воспоминаний Протекших бед, веселей, слез, желаний Здесь повесть нам везде оживлена Здесь красится дней наших старина Арбат Арбат Одна из самых почтенных по возрасту московских улиц Само название – весточка из 15 века Видный историограф Москвы Петр Сытин утверждает Улица известна в летописи с 1493 года Названа, вероятно, стоявшими здесь временно Восточными купцами Слово «арбад» по-арабски обозначает пригороды Каковыми и были эти местности, когда городом назывался только Кремль Древнейшая история Арбада, пригорода Отразилась сполна в именах окрестных переулков Денежный, Староконюшенный, Серебряный, Плотников, Калашный, Кисловский Государевы, Плотники, Конюхи, Чеканщики, Звонкой монеты, Серебряных дел мастера, Пекари да Кислошники-квастники, Трудовой ремесленный люд обживал здешние места С середины 18 века московское дворянство начало заселять улицы Причистенку, Остоженку, Поварскую Ныне улицу Воровского, да и Арбат заодно Новый аристократический район Герцен с иронией окрестил Сан-Жерменским предместе Когда-то начинался Арбат от Кутафьей башни Кремля Вернее от Троицких ворот, которые Кутафья башня обороняла В древности зарождалась тут Володская дорога через Волок-Ламский на господин Великий Новго Множество наименований сменил начальный отрезок Арбата Смоленской улицей нарек его царь Алексей Михайлович И Воздвиженской называли, и просто чисто по-московски Воздвиженкой В 1946 году получила улица имя Калинина Здесь, в доме номер 4, помещалась приемная всесоюзного староста Попросту, по-дружески, Ленинкой именуют москвичи знаменитую на весь мир библиотеку Архитекторам Щуко и Гельфрейху удалось создать проект здания гиганта Словно включающего в себя памятники старого зодчества, расположенные неподалеку Такие, например, как дом, приписываемый Василию Баженову Где жила великая крепостная актриса Просковья Жемчугова Потом декабрист Якушкин, воротившийся из 30-летней сибирской ссылки Рядом с маленьким шедевром Баженова Соседние дома кажутся и тяжеловесными, и неуклюжими Впрочем, не будем ленивы и нелюбопытны, как говаривал Пушкин У каждого здания своя история, своя память Здесь бывали Чехов и Короленко, Станиславский и Немирович Данченко В салоне Варвары Морозовой, богатой купчихи и меценатки Обитали еще ее наследника Вариации на тему португальского замка Синтра Смешение мавританского стиля с готическим Этот особняк, пожалуй, один из самых своеобразных в городе Прага Московские извозчики перекрестили ее в Брагу Гремело заведение купца Тарарыгина на всю матушку Москву Кутили тут военные, солидные врачи, успешливые адвокаты Словом, те хорошие господа, чей быт с такой безжалостной точностью Умел писать Иван Бунин Который студентам еще нередко останавливался в скромных номерах гостиницы Столица, неподалеку от блестящей Праги В памяти остался Непрестанно валит за окнами снег Глухо гремят, звонят по арбату конки Вечером кисло воняет пивом и газом Вспоминал Бунин позже Известный в Москве дом с рыцарями По сей день самое большое здание на Арбате В начале века стали домовладельцы украшать свои подъезды Фигурами витязей, львов, сказочных грифонов Богатым обитателям казалось должно быть Что каменные стражи способны охранять их покой от надвигающихся бурь